Всем привет, с вами Дарк и сегодня я вам покажу новый аддон к моду Fisk Super Heroes. После обновления мода Fisk Super Heroes аддоны все выходят и выходят. Ну и как вы видите, я уже все подготовил, ну и конечно же давайте начнем по порядку. И первый костюм, это у нас костюм Лунного Рыцаря. Нажимаем на кнопку R и как вы видите, я превратился вот такого вот Лунного Рыцаря. И в принципе, к сожалению, больше никаких способностей у него нету. А следующий персонаж, это у нас Алая Ведьма. Это ее новый костюм, который первый раз появился в сериале Ванда Вижн. Ну и давайте чекнем ее способности. Мы можем, во-первых, летать. На R у нас есть ее вот такой вот щит, как у Доктора Стрэнджа. На F мы можем использовать ее магию. Первая магия делает у нас вот это. Вторая магия делает у нас вот это. Ну и последняя магия делает у нас вот это. Нажимаем G, мы можем левитировать в воздухе. А на Z мы можем делать левитацию. Давайте сделаем вот так вот вниз, ударим. И как вы видите, благодаря этой левитации он поднялся вверх. Следующий персонаж, это у нас Доктор Стрэндж. Только не совсем наш Доктор Стрэндж, а Синестер Доктор Стрэндж. То есть, это вроде бы злой Доктор Стрэндж с его глазом на его лбу. Мы можем летать. На R у нас есть его фиолетовый щит. Также его фиолетовый меч. Ну и на F у него тоже есть своя магия. И ее в этом аддоне тоже улегчили. Он может использовать эту магию через 3-4 кнопки. Следующий персонаж, это у нас Человек-паук Майлз Моралес. Вот с таким вот прикольным костюмчиком. Ну и способности у него точно такие же, как у обычного Человека-паука. Но, как вы видите, в левом верхнем углу у нас появились новые способности, которые первые называются Камо, а вторые Веном Бласт. Но прикол в том, что я почему-то не могу их использовать. Как видите, я зажимаю кнопку Z, ничего не происходит. Нажимаем X, тоже ничего не происходит. В общем, эти способности почему-то не работают. Следующий, это у нас какой-то спидстер под названием Streamline. И мы можем очень быстро, конечно же, бегать. Голубые молнии от нас исходят. И к тому же мы еще можем вибрировать. Это очень круто. Но на G мы можем использовать его молнию. Следующий, это еще один спидстер под названием Красная Смерть. И в принципе, он точно такой же, как этот спидстер, тоже вибрирует. Но только из него не голубая молния исходит, а уже красная. Следующий персонаж, это у нас Мерзость. Главный враг Халка в фильме Невероятный Халк. И на букву R мы можем использовать его способность по названию Smash Ground. Оп. Следующий, это у нас Аршем. Вроде бы, если не ошибаюсь, я забыл, как называют этих существ вот таких вот огромных. Они очень огромные. Сейчас. Во. Я стал огромным, как вы видите. И вроде бы, он был в фильме Вечный. И еще он также появлялся в фильме Сража Галактики на секунду. Честно, я про них мало что знаю. Я просто фильм Вечный еще не смотрел. Но, думаю, персонаж очень эпичный и крутой. На R можем использовать вот такую вот энергию. На F телепортироваться. На G использует Smash Ground. А на Z делают вот такие вот еще одни взрывы. Ну, а мы переходим к следующему персонажу. А это у нас Jiggernaut. И у него только одна способность, как у Мерзости. Мы можем использовать Smash Ground. Следующий, это у нас Супермен. Мы можем летать, использовать его лазерное зрение. Ну, и на F использовать его скорость. А на G мы можем парить в воздухе. Следующий, это у нас Адам Варлок. И на G, точнее на R, можем использовать его вот такую вот молнию прикольную. Оп. Оп. На F можем телепортироваться. А на G используют телекинез. Следующий, это у нас Циклоп из команды Людей Икс. И у него одна способность лазерное зрение. А следующий костюм, это у нас еще один костюм лунного рыцаря. Только вот у этого костюма нету способностей. А у этого уже есть. На R мы можем использовать его сюрикены. Также, помимо сюрикенов, у него есть одна штучка смоук. Оп. Ну, и на Альт мы можем использовать его крюк, как у Бэтмена. Хоп. А, ну и конечно же, мы вроде еще умеем делать вот это. Да, можем парить в воздухе, конечно же. Следующий, это у нас еще один Спидстер Вэлли Уэст. И он у нас быстро бегает. Ну, и в принципе, все. Обычные стандартные способности Спидстера. И мы переходим к тремя последним костюмам. Это у нас Железный Паук. А вот тут уже, ребята, довольно интересно. Потому что, если мы используем способность на букву Х, то, как вы видите, у него появляются вот такие вот щупальца. То есть, тут не просто взяли щупальца Доктора Осьминога и засунули ему. Тут прям сделали другую модель щупалец. Они стали более тоньше, как вы видите. И стали, ну, по-другому выглядеть. Теперь это больше похоже на щупальца Железного Паука. Но по способностям все осталось точно так же. У нас есть способности Осьминога. И, конечно же, способности Человека-Паука. Предпоследний костюм. Это у нас Человек-паук с плащом Доктора Стрэнджа. И у него способности такие же, как у Человека-Паука. Но одна способность на Х позволяет нам летать. Плюс мы можем использовать магию, как у Доктора Стрэнджа. А на Джи у нас есть его щит. Последний костюм в этом аддоне. Это у нас The Lucky One. Честно, я не знаю, что это за персонаж. Но напишите мне в комментариях, если вы знаете, что это. Может быть, это какой-то самодельный персонаж автора аддона. Я, честно, не знаю. Но если вы знаете, напишите. На R у нас есть его щит, как у Доктора Стрэнджа. И так же Голубой Меч. На F у нас есть способность Телекинеза. А на G у нас есть его синий луч. А на Z у нас есть тоже магия Доктора Стрэнджа. Ну и на X мы можем превращаться в Голубой Смоук. Или это синий. В Голубой, короче, дымок. И мы можем вот так вот перемещаться с помощью этого дымка. Ну что же, и на этом обзоры на эти три аддона подошли к концу. Если вы ждете новые обзоры на аддоны, то обязательно прижимайте кнопку лайка и напишите в комментариях то, что я жду. Я буду понимать, что вы ждете таким образом. Ну а я буду с вами прощаться. Обязательно ставьте лайк. Пишите в комментариях что-нибудь. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok